Сегодня в холле Центра молодежного творчества буквально яблоку негде было упасть. Дети со всей области в сценических костюмах, карнавальных масках и, конечно, с праздничным задором участвовали в различных акциях и конкурсах, которые проводили и милиционеры, и пожарные спасатели, и сотрудники Центра молодежного творчества. Здесь по традиции прошел один из самых ярких и масштабных предпраздничных утренников – губернаторская елка. Сегодня она собрала здесь 450 детей со всей области. Это дети, которые достигли успехов в учебе, своими активными действиями в общественных объединениях и организациях. И таким образом приехали сюда, чтобы услышать слова поздравления от областного исполнительного комитета. Гостями областной елки стали одаренные талантливые школьники, победители олимпиад и фестивалей, соревнований и конкурсов. Пусть даже повзрослев и основательно владев премудростями электроники, компьютеров, журналистики и биологии, в душе они остались детьми, которые пока еще верят в Деда Мороза и загадывают желания. Во-первых, я жду от Нового года подарков куча Деда Мороза. Я уже учу стишок для Деда Мороза, так что жду я его с нестерпением. Я бы хотела получить такую большую куклу, чтобы ее можно было заплетать. Я жду чуда, волшебства, чтобы сбывались все мечты, чтобы были здоровы все мои родители, чтобы никогда не случалось бед. В этом году на Брещене 56 старшеклассников стали победителями республиканских олимпиад. 160 ребят награждены специальными премиями Фонда президента по подготовке талантовой молодежи. А более 210 имен внесены сегодня в Республиканский банк данных одаренной молодежи. Как отметила Леонид Цуприк, сегодня главная задача для взрослых – развивать таланты и способности, и, конечно, создавать все необходимые для этого условия. Тем более, что Брещена в этом плане идет в ногу со временем. Даже довольно за короткий период вашей молодой жизни вы могли увидеть, насколько изменяется наша Брещена, сколько всего нового появляется для того, чтобы ваша жизнь, жизнь наших людей была более содержательной. Это множество спортивных объектов. Это объекты культуры, здравоохранения, образования. И сегодня, если у вас есть желание заниматься занятиями по интересам, для этого условия есть. Они есть и здесь, в Бресте, в областном центре, и в городах, районах, поселках, агрогородках. И я надеюсь, что вы сполна будете использовать эти возможности и готовить себя к той деятельности, которая будет во благо нашей страны. По традиции, ребят ожидал новогодний сюрприз – театрализованное сказочное представление «Голубая стрела» по мотивам повести Джани Радари. В постановке о рождественском волшебном путешествии и грузовичного поезда приняли участие творческие коллективы Брещины. А режиссер спектакля Анастасия Кременевская рассказала об особенностях праздничной постановки в этом году. В этом году мы не старались сделать красочных, прям ярких, вставных номеров. Мы не старались поразить там новыми какими-то песнями или какой-то сценарной работой. Мы взяли классическую, замечательную сказку Джани Радари «Голубая стрела». По ней была написана инсценировка, и мы хотели просто сделать сказку непосредственно для детей. То есть, когда мы делали какие-то сцены, делали номера, мы в первую очередь думали о том, а как на это будут реагировать дети. Ну, на сдаче спектакля все-таки практика показала, что резонанс был вызван правильный, дети реагируют, мы остались довольны. Для любого ребенка Новый год – праздник, который дает ни с чем не сравнимое ощущение чуда. И если мы взрослые, из-за мирской суеты не замечаем запаха хвои и мандаринов, забываем о сказке подряда мороза, то счастливые глаза детей напоминают нам о неповторимой атмосфере новогоднего праздника и волшебства. Мы вместе с ними возвращаемся в детство. У меня всегда, когда Новый год, у меня всегда присутствует ощущение волшебства, радости. Хоть ты же взрослый, становишься все равно, ты как ребенок, это ночь, это ночь волшебства. Новый год – это очень счастливый праздник, потому что все дети ему очень рады, все, Дедушка Мороз приходит со Снегурочкой, очень даже приятно, все любят Новый год. И какой же праздник без праздничных поздравлений, пожеланий, счастья, удачи и волшебства? Радости, здоровья. Желаю вашим родителям улыбок от вашей успешной деятельности, чтобы вы радовали своих родных и близких, и чтобы все, что задумано вами на следующий год, вашим же трудом и сбылось. С наступающим Новым годом, ребята!